Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость. Представляетесь, гость. Всем привет, меня зовут Игорь. Игорь у нас учится в фулл-тайме, да? Да. Вы приехали откуда-то? Да, я приехал из Флориды. А где там во Флориде жили? На острове Киевест. Это прям остров-остров такой? Да, это там, где первая миля. Туда плыть надо? Нет, это можно доехать где-то 3-4 часа от Майами. То есть там такие как бы мосты такие? Да, много островов вдоль мостов. Ну это как глухомань такая? Ну да, там довольно-таки маленький остров. Там есть, я не знаю, магазины, покушать там что-то? Да, есть, но может быть там не все есть. Там есть такая шутка на острове, что от этого острова Киевест, от Киевеста острова Куба ближе, чем Волмарт. Потому что до Кубы там 90 миля, до Волмарта 110. А это не то место, куда, например, вот стараются попасть те, кто из Кубы там на лодках. Это они вот туда плывут? Да, это они туда плывут. И там есть установленный для них памятник. Но, насколько я знаю, в прошлом году Обама отменил это больше. Да, там отменили тот закон, да. Теперь, правда ли говорят, что вот это то место, в котором практически невозможно людей найти, чтобы там работать? Допустим, мотельчик, ресторанчик и так далее, вот людей совсем нет. Есть такое? Да, в сезон, наверное, людей не хватает, но... А сезон это что, туристы? Сезон там считается где-то с октября, с ноября по апрель, то есть когда там не совсем жарко. То есть зимой сезон? Да. Ну хорошо. Но хотя год от года вот я работал, сейчас там был полтора года, и целый год я работал, и мне говорили, что вот лето придет и будет не сезон. Но я не ощутил этого, то есть целый год был. Ну, было так, может быть, затишье на неделю, но лето... Вы приехали, если не секрет, с каким разрешением на работу или без разрешения? Что у вас было? Я приехал из Сталина, из Эстонии, и у нас между Эстонией и Америкой есть безвизовая программа на 90 дней. Вот, я приехал по этой программе, и потом я разговаривал с Светлаником... С иммиграционным адвокатом? Да, и мы нашли, как бы, вариант остаться мне здесь. Хорошо, то есть вы, как бы, легальный, официальный? То есть, фактически вы, между делом, еще Светлане Каф делали рекламу. Значит, ищите на Светлане Каф у нас на канале, там много чего есть. Хорошо. Поделитесь, вот, я думаю, вот о чем. Вы, как человек, который вот приехал в этот Кивест, решения на работу у вас не было, была там какая-то виза на три месяца, и вы полтора года там прожили. Да. Вот, как бы, школа выживания, вот так скажем. Я начну с того, что я приехал, прилетел в Майами, и с Майами меня, у меня один друг живет в Форт Ладдердейл, он забрал меня к себе, и я у него прожил месяц. Это был мой такой месяц адаптации, и за этот месяц, с кем я там не разговаривал, около, может быть, десяти человек, ну, русскоязычных, они все говорили, что они проходили через Кивест. То есть кто-то был четыре года назад, кто-то был полтора года назад, и все работали там год и два, и советовали так, что это хорошее место для старта. Потому что там за счет того, что остров достаточно-таки маленький, там тебе не нужна на старт машина, и там много работы. И работа есть, как, ну, можно работать без документов. То есть, маленькие, то есть, действительно, можно пешком там за 20 минут пройти, или что? Ну, не за 20 минут, но за час. Ну, насквозь. Да, да. И вот там очень популярный вид транспорта – это велосипед. На велосипеде за 25-30 минут можно проехать весь остров. Хорошо. Так я правильно понимаю, что работа там, это вот, гостиницы где-нибудь, да, общепит? Да, в основном это сервис, гостиницы, кафе, бары, рестораны. Угу. И горные дома там. А, нет, такого нет. Там нет. Ну, хорошо. Ну, давайте, вот, итак, месяц вы пробыли в Форт Лаудердель, это 4 часа езды. Да. И там вас друзья чему-то научили, вы как бы получили некоторую подготовку. Да, что-то советовали, там, открыть банковский счет, какие-то, да, общие советы давали. А по поводу работы именно давали? По поводу работы тоже давали, и я звонил, но… натыкался на таких людей, которые хотели, чтобы я им заплатил недельную свою первую зарплату, и они мне тогда… Посредники? Да, посредники, которые согласны были сказать, где место работы, где я могу пойти и попробовать. Подождите, а где вы нашли этих посредников-то? В интернете. А, ну понятно. Так, хорошо. И… Но там намного сложнее, в том плане, что, ну, они не говорят… до того, как ты им деньги не заплатишь, они тебе не скажут, где это вообще место работы, даже в каком районе, ну, может оказаться. Потому что я жил, мне интересно было добираться именно, как… у меня не было машины, автобусом. А когда заплачешь, неизвестно будет ли что? Да, может быть, это будет, не знаю, там, два часа оттуда… Или вообще ничего. Или вообще ничего. Да. Так что в итоге вышло? В итоге я звонил, разговаривал, но как-то мне что-то такого дельного не предложили, чтобы мне понравилось. Но время шло, и я встречался с разными людьми, и все говорили про остров Кивест. И мне дали пару номеров телефона, и я позвонил по одному, и рассказал свою ситуацию, и мне пообещали помочь. То есть, нет, Мишка, вы звонили работодателю или еще кому? Там на острове, скажем так, существуют такие тоже посреднические фирмы, так называемые контракторы, которые помогают с работой. То есть, грубо говоря так, контрактор платит вам зарплату, правильно? Да. Закрывает глаза на то, что нет разрешения на работу, а гостиница, например, ответственности не несет, она берет людей у контрактора, и как бы человек чистенький такой получается. Да. Так, хорошо. И деньги, зарплату вы получаете у контрактора? Да. И я позвонил одному из контракторов, с которым мы поговорили, и я сказал, когда я хочу приехать, и он спросил, насколько я владею английским языком. И какую работу до этого делал, какой у меня есть опыт. И, ну, вот такие общие вопросы мы поговорили, и договорились, что созвонимся через какое-то время, через несколько дней, он постарается узнать, какую работу он мне может предложить. И загвоздка еще заключалась в том, что обычно на этом острове все как бы снимают жилье с первого числа, а я звонил в середине месяца. И как бы проблема заключалась даже не в поиске работы, а в жилье, куда мне приехать. То есть нельзя с 15-го числа заселиться? Можно. Я потом поехал. Как бы сначала мы говорили, что я все-таки, наверное, приеду с первого, но что-то мне там заскучало я на Форт Ладдердейле, и приехал я где-то в 20-х числах. То есть просто голову морочили? Ну, нет, на самом деле там, ну, просто легче с первого заехать. Слушайте, если жилье стоит, правильно? И я плачу деньги. Я как бы въехал, то есть не так, что жилье было, я просто подселился к ребятам. То есть, ну... Ругай там. Когда никого не знаешь, это сложнее сделать, когда есть у тебя там уже знакомые, конечно, это возможно сделать. Хорошо. Что вы делали-то и за какие деньги? Я начал моя первая работа, когда я приехал на остров. На следующий день я приехал, во-первых, в 10 часов вечера. Ехал неизвестно куда, и когда я смотрел по карте, это было вдоль океана, я ехал довольно-таки долго. Вот. И меня встретили, где-то в 11 часов вечера я приехал, и свели с человеком, который занимался сдачей жилья в аренду там. Я извиняюсь, вы ехали на чем? На автобусе. Ага. На автобусе на Грейкаунт. То есть, весь этот четырехчасовой путь можно на автобусе пройти? Да. Но я ехал с пересадкой из Форт Ладдельдейла до Майами и с Майами до Кейвеста. Угу. Вот. И на следующее утро я пошел на собеседование, на работу уже. И несмотря на то, что у меня был английский, то есть я когда-то учил в школе, но потом после того, как... После школы я пошел работать, и на работе больше использовал эстонский язык, я английский не использовал вообще, я довольно-таки забыл. Вот. И на интервью, в принципе, довольно-таки легко прошло. Мне сказали, выходи завтра на работу. Эстонского, эстонской речи нет во Флориде где-нибудь? Или бывает? В Флориде, ну я за все время где-то, за полтора года 4-5 раз слышал, может быть. Окей, окей. Вот. И работа заключалась в том, что у меня попался такой банкетный департмент. Это был отель, который на острове имел самый большой банкетный зал. И они устраивали там всякие мероприятия, свадьбы, день рождения. Вот. И моя первая позиция была как хаусмен. То есть я там делал абсолютно все. Устанавливал там столы, накрывал столы. Ну, подготавливал мероприятия, в общем. И такая работа оплачивалась 10 долларов в час. Это уже на руки 10 или с налогами? На руки. То есть кешем 10? Да. Это на чек. Раз в две недели. На чек. Ну, то есть это фактически... Нет, ну, подождите, на чек. Но налоги из этого надо платить? Нет. Это чеком, ну, чисто. Фактически кешевое. Эквивалент налички. Да. Ну, это как бы, если бы вам платили полные, там, со всеми делами, это было, может быть, там, 12. Это не так плохо. А почему вам жилье обходилось? Жилье, там очень распространено, как бы, жить с умейтами. Потому что этот остров, ну, у него много плюсов, но там дорогое жилье. Жилье эквивалентно по аренде, как здесь. Вау. То есть там... Как кремниевое арене. Двукомнатная квартира может стоить 2000 долларов и дороже. Вот, и мне обходилось жилье 550 долларов. Это было место в комнате. Так, такой вопрос. Вот эти 10 долларов в час. Да. Предполагается, что вы работаете 40 часов в неделю? Или, может быть, хотите 50, есть 50, хотите 60, есть 60? Это зависит от работы. Конкретно на этой позиции было 40 часов в неделю, не больше. Но иногда выходило чуть-чуть больше. Иногда там были какие-то дополнительные возможности заработка. Потому что там иногда были такие мероприятия, где бар работал на типсы. И мы получали какой-то процент, потому что мы оставались работать на это мероприятие. Но если, допустим, приехал человек. Вот не ваш случай, но человек приехал. И человек хочет, ну скажем, поработать полгодика и домой махнуть. Вот у него есть виза на 6 месяцев гостевая, туристическая. Он хочет 6 месяцев поработать, зашибить какую-то копеечку и ехать домой. Что нелегально, но случается, мы знаем много такого. Да. Если он готов работать 60 часов в неделю. Да. Есть такая возможность или как тут? Есть. И как раз вот этот остров дает возможность, то есть за счет того, что там он очень маленький, можно передвигаться с одной работы на вторую на велосипеде за, ну может быть, попадется за 5 минут, ну максимум там 20 минут. Угу. И ты можешь совмещать две работы и можно работать 80 часов и больше. Я первую работу нашел, ну как бы, на следующий день. И вторую работу я начал совмещать буквально через 2 недели. Это была такая парт-тайм работа. Тоже получилось так, что я на свадьбах работал. Вот. И через 4 месяца я уже работал на 3 работах. Хорошо. Значит, все-таки через 4 месяца работая на 3 работах. Да. А что вы зарабатывали в месяц? Я думаю, что-то около 4-5 тысяч. В месяц? Да. А на 2 работах? На 2 работах, наверное, 3-4 где-то. 3-4. Хорошо. А вот, скажем, там есть такая работа как стройка? Там есть стройка? Есть стройка, да. Там побольше платят или туда не берут? Это моя работа, в принципе, была такая начального уровня. То есть, есть намного, скажем так, работа, где больше нужен английский язык и больше нужен опыт какой-то. И там можно зарабатывать намного больше денег. То есть, даже не на стройке, а в том же ресторане гостиницы? Да. То есть, я знаю ребят, которые работают официантами и есть очень такие места, где публика щедрая, ночевые. И они могут за смену, за 6-ти часовую зарабатывать 200-300 долларов и больше только на типах. То есть, несмотря что они еще час получают, не знаю, от 7 до 12 долларов. Смотря от места зависит. Это не сезонный, это фактически круглый год? Это да. То есть, есть такие места где-то 5-6, может быть, больших отелей, где они все время как бы фул. Ну что же, хорошо. То есть, вы материально не были как-то в тяжелом положении? Нет, с самого первого дня так получилось, что я... Ну, я еще не рассказал, что когда я приехал во Флориду, так получилось, что я приехал почти без денег. У меня было, наверное, меньше 1000 долларов с собой. И, ну, мне повезло так, что у меня был там друг, у которого я один месяц жил, и я почти не тратил там денег. Вот, но после того, как я поехал на остров Ки-Вест, там мне пришлось заплатить уже за жилье и, ну, питание, какие-то там... Расходы появились? Расходы были, да. Но с первого дня я пошел работать, и работал я... Получилось так, что я приехал в самый разгар сезона, я работал где-то 6 дней в неделю. И на работе, там почти на всех работах кормят. То есть, так получилось, что я до зарплаты... Не тратился? Нет, не тратился. Слушайте, но прилично кормят? Да. Ну, зависит от места, но в основном везде, да, прилично кормят. Это на самом деле добавляет к этим 10 долларов? Да. На самом деле, потому что если так вот самому питаться... И немало, потому что у нас еще было такое место, где была возможность даже брать еду с собой домой. То есть, как бы... Одна из работ? Да. Ну, да. Ну, то есть, фактически, если человек сам питается, вот не на работе, а сам, это может стоить легко, там, не знаю, 400-500 долларов в месяц. Да. Ну, 200-300, ну, ну, стоит. Да, конечно. Ну, совсем плохо, там. Ну, что же. Хорошо. Есть у вас какой-то совет? Давайте вот что. Значит, вот я недавно вывесил видео, там, ну, какое-то время назад, там, вопрос был. Вот иммиграция с 25-ти тысячами долларов. Там, правда, был муж, жена и ребенок. Фактически, ваш сюжет, получается, иммиграция с 1000 долларов. Ну, да. Вот, давайте план такой сделаем. Вот есть человек, у человека есть 1000 долларов после того, как он прилетел. Понятно, что ему надо на визу потратиться, на билет надо потратиться. Вот он прилетел, он хочет остаться. И мы сейчас не говорим о расходах на адвоката, потому что, если ему нужен адвокат, там, или что-то. Но, потому что, ну, пусть заработает себе. Значит, ну, вот именно, как бы, выживание, да, выживание, самообеспечение, вот, вот эта часть. Вот, называем сюжет. Иммиграция с 1000 долларов. Шаг первый. Нужно провести анализ в интернете, потому что, на самом деле, информация есть, куда можно поехать. Нужно просто знать место. Я когда-то находился тоже в Эстонии и смотрел разные видеосюжеты. Допустим, у вас тоже, но были сюжеты, я помню, один парень рассказывал, как он начинал в Нью-Йорке. Водителем? Да. Вот. И... Из Баку парень был, да? Вот. И... Вот я вам могу сказать, что есть такой остров Ки-Вест. И если пойти в Фейсбуке, можно найти группу этого острова, где предлагают... Русскоязычная, извините? Русскоязычная группа, да. Где есть возможность посмотреть, какие бывают работы, за какие деньги и также жилье. А там, может быть, и познакомиться можно с людьми? Можно и познакомиться, и поговорить, даже, ну, находясь у себя в стране. И как-то подготовить себе почву к приезду. А вот, например, в форум мы говорим про ЮС, да? Да. Вы пользовались? Когда-то, да. Я когда-то через форум пришел на ваш канал. А, окей. Но вот, скажем, на таком форуме можно друзей завести, контакты завести? Вот как-то прямо локально вот с кем-то выйти на связь? Да, я думаю, тоже можно. Ну, смотря у кого какие планы, куда ехать. Угу. Ну, что же. Хорошо. То есть, первое, человек изучил информацию. Может быть, нашел людей. Может быть, даже нашел, примерно, к кому обратиться с точки зрения найма. А там нет такого, что, например, вышел на улицу и пошел чесать вдоль всех ресторанов и гостиниц. Заходишь в дверь и говоришь, люди нужны, люди нужны, люди нужны. Есть такое? Да, есть. Потому что там есть люди, которые не сторонники контракторов, а которые хотят работать напрямую. Конечно. с работодателем. Их совет. На этом острове есть главная улица, Дювал стрит. Вот. И вся эта улица, на ней расположены одни бары, рестораны, отели. То есть, она такая считается самая проходимая. Вот. Если по этой улице пройтись вдоль и заходить в каждый магазин, там еще много магазинов, которые продают всякие сувениры. Естественно. Вот. То, я думаю, вполне реально там найти работу именно без контракторов. Я знаю, как бы у меня есть знакомые, которые так поступали и находили. Почему такой массовый заход в Нью-Йорк, например, а не, скажем, в Ки-Вест? Там в Нью-Йорке проще найти работу у русских или из-за чего? Возможно, из-за нехватки информации. Возможно, да, что все знают, что там много русскоязычных жителей и через них как бы легче начать без английского. Но, на самом деле, на этом острове тоже очень много людей. Есть русская жизнь. Да, да, да. И есть те, кто приезжают также без английского и начинают, и живут. Без английского совсем плохо выживать или как? Возможно. Как бы с английским просто намного легче найти лучшую работу, более оплачиваемую. Но, возможно, начать и без английского. Ну, вот как он по улице пошел, вот этот Дювал, как вы сказали, да? Вот что он скажет, если моя твоя, my Russian mid job, что он скажет? Ну, смотря какая это будет работать. Если, конечно, это на продаже куда-то, где нужно говорить с клиентами, ну, может быть, не с такой работы начнет. Да. Но есть работа в ресторанах, которые... Там есть такие позиции, как бассер и... То есть посуду собирать? Да, да. И она довольно-таки нормально оплачивается. Ну, зависит, опять же, от места, которое можно... Ну, это как бы entry level такой в ресторанный бизнес. Как найти человеку жилье? Вот едет он в Key West, с работой мы поняли. Он пошел по Дювалу, всех спросил, или там заранее контракторов нашел. Как он найдет себе румейтов, вот к кому присоседиться? Что, Greg's List, может быть, я не знаю? Как... Также на этом есть группа в Facebook, в которой очень часто выкладывают объявления, что ищут румейтов или сдается какая-то квартира. На острове есть также русский магазин, где есть объявления о работе... Магазинный? Больше одного? Один, да. Есть еще один польский, но как бы русским считается... Да. Русский магазин, и ты приходишь, и там есть доска объявлений? Там есть, да, доска с объявлением. Ну, что же... Сколько нужно, сколько желательно иметь с собой кеша? Вот вы ехали, у вас была тысяча долларов. Да. Я понял, что вы как-то справились. Но все-таки у вас была некоторая поддержка, вы месяц там, значит, жили у друзей и там и так далее. Вот если у человека нет поддержки, вот он едет один, все, что он знает, это то, что он в интернете там нарыл. Сколько нужно иметь кеша, чтобы... Ну, вот... Более-менее... Ну, не трагично это все делать, без драмы. Ну, я думаю, пару тысяч, как бы две-три тысячи хватит. Просто... Еще вот такой совет, может быть, что те, кто будут собираться ехать туда, нужно для себя понять, что... И быть готовым, может быть... То есть, несмотря на то, что вы привыкли на каком-то уровне жить у себя в стране, Нужно понимать, что, может быть, придется начать с более, как бы, низкоквалифицированной работы. И, может быть, придется жить с рум-мейтами. Но это все временно. Если, как бы, понимать, что в перспективе вы можете заработать деньги, выучить английский язык, сделать документы и уехать в другое место. То есть, я думаю, будет намного легче не только, как бы, собрать деньги. Деньги, я думаю, что можно с двумя тысячами приехать, если... Потому что там есть работа, на которую можно пойти на следующий день. Как бы, больше, наверное, зависит от настроя. Если ты понимаешь, что это все временно и ты готов на это, то хватит две-три тысячи. Ну, что же. Знаете, что у меня к вам просьба будет? Вы в комментариях под видео тогда отметитесь, так? То есть, чтобы те, кто захочет с вами, может быть, как-то более предметно списаться, могли вам в личку написать Ютуба. Да. Значит, я видео сделаю, я его повешу, а вы тогда уже просто, как бы, обозначьте себя. Хорошо. И чтобы те, кто нас смотрит, во-первых, лайк ставьте. Потому что, кто лайк не поставит, тот пусть не пишет никому. Вот, значит, и те, кто не подписан на канал, друзья, я думаю, вы совершили ошибку, но это легко исправить прямо сейчас. Вот. И вот обращайтесь, да, если есть какие-то разумные вопросы такие, на которые можно ответить. Вообще, у меня совет такой, прежде чем вопрос задать, задумайтесь над тем, можно ли на него ответить. Очень часто люди задают вопросы без возможности ответить. Очень общие такие, конкретно. Правда? Да. Ну что же, давайте, а как вот станете тестером? А вы будете тестером где, во Флориде или тут? Я хочу остаться здесь. В Кремниевой долине. Хорошо. Вот как работу найдете, мы вас еще раз покажем. Хорошо. Ладно, давайте помашем всем ручкой, скажем, счастливо, ребята. Счастливо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok